Одним из таких традиционных для посещения памятников на реке Нижняя Теймера является пещера Недендорфа. Эта пещера упоминается еще в записках Харитона Лаптева 1730-х годов. Он проходил по реке Нижняя Теймера, к побережью Ледовитого океана, и описал эту пещеру в своих записках. Они не останавливались на ночлег, а это непогода. А спустя 100 лет эту же пещеру описал академик Недендорф, который занимался изучением геологии на Нижней Теймере. А еще спустя 100 лет эту пещеру описал и назвал ее пещерой Недендорфа геолог Николай Урванцев, который занимался исследованием Теймера в начале 20 века, в первой половине 20 века. Пещера, это, конечно, сильно сказано, это просто такие гроты, достаточно глубокие. Там даже внутри мы поставили палатку и фактически переночевали, тоже переночевали в этом знаменитом месте. Ну, конечно, очень многое, большое впечатление получается от того, что прикасаешься фактически к истории и деятельности таких великих людей, первопроходцев. И, в общем, из-за того, фактически сам чувствую себя немножко таким первопроходцем, который идет вот по следам этих людей. Ну, вот как раз в Нижней Теймеране задолго до своего впадения в ледовитый океан. Ну, и, соответственно, вот все вот эти пейзажи и выходы горных пород, которые, вот эти скалы, описание их можно найти в дневниках и Харитона Лапцева, и Медендорфа, и Николая Урванцева. Ну, и, вот, передвигаясь по маршруту, прямо вот интересно читать вот эти дневники и видеть то, что вот видели они. Ну, и, конечно, вот этот маршрут у нас один из таких, из тех, которые должны и будут пользоваться популярностью. Ну, это вот как раз Нижний Теймеран. От местов падения реки Шринг по Нижней Теймере мы на моторных лодках поднимались вверх по течению реки Нижний Теймеран до озера Таймы. Вот, и фактически закончили свое путешествие на самом озере. Озеро оказалось удивительно мелководным. Вот это как раз наши лодки. Таким мелководным, что, казалось, его можно там в болотных запахах перейти там чуть ли не... Ну, по крайней мере, можно идти многие-многие километры. Это вот как раз лесный сверновет. Это северо-западная часть озера, достаточно далеко от берега. И можно видеть, как обширные песчаные отмели на озере открываются. И, несмотря на это, на то, что озеро рековода, в ней масса рыбы. Причем рыба очень так вот самая. Это Галец, Муксум, которая, в общем-то, довольно продолжительное время там промышлялась. Нашим традиционным спонсором нашей экспедиции выступает магазин «Спортмарафон», который предоставляет нам снаряжение. Ну, и в заключение вот этого маршрута хочу еще несколько слов сказать о тоже удивительном месте, в самом поселке Хатанка. Здесь с начала 2000-х годов существует так называемый музей мамонта, который под берегом реки Хатанки, фактически под поселком самого, под самим населенным пунктом, вырота пещера. Ну, там таких пещер очень-то много. Это местные жители роют для того, чтобы сохранять там рыбу и мясо. Там такие видники в вечной мерзлоте. Вот в этой, между вечной мерзлоте, в одной из крупных пещер устроен музей мамонта, куда собираются остатки мамонтовой фауны, найденной на территории Даймыра. Энтузиастом вот этого дела был француз Бердар, который в конце 99-го года и в 2000-м году провел там активную работу по сбору и поиску бивней мамонта, скелетов мамонта, самих мамонта. Ну и толчком послужило событие, такое событие. Одним из местных жителей в тундре были найдены летовчащие из почвы бивни. И эти бивни он привез в поселок, продал. Для местных жителей это является одним из таких средств заработка. Из этих бивней местные делают там довольно-таки изящные поделки. И поэтому они, в общем-то, ценятся. И эти бивни, они из рук в руки таким образом путешествовали, пока не попали в руки вот этого француза, который занимался организацией экспедиции на Северный полюс. И он нашел человека, который нашел, соответственно, вот этого мамонта в тундре. У него родилась идея вообще выпилить вот этот кусок мерзлоты и привезти его в хатангу. Потому как в этом мамонт, по всей видимости, хорошо сохранился и представлял собой научную ценность в плане возможности его об исследовании его генома для последующего там возрождения, скажем так. И в 2000 году поселок Хатанга наблюдал полет глыбы Вечной Мерзлоты, в которой покоился душа мамонта. И эта глыба была подвешена под весом вертолета. И для пущего эффекта мы еще и вкрутили вот эти бивни обратно. И сейчас вот эта глыба находится как раз вот в этой пещере. Помимо самого вот этого мамонта в грунте, там собрана масса костей, бивней, остатков не только мамонтов, но еще и древних там овцебыков, родных овцебыков, не те, которые актиматизированы были, а те, которые порядка 30 миллионов лет назад бродили по просторам тундры таймерской. Ну, это вот как раз стеллажи, заполненные зубами мамонта. А это вот та самая глыба, из нее до сих пор торчат вот эти бивни. И ученые из разных стран туда приезжают, феном отпаривают небольшие кусочки вот этого мамонта, отрезают и увозят их на исследование. Но это уже длится довольно долго. И, однако, современные, в общем-то, исследования говорят, что мамонта там все-таки в не таком хорошем состоянии, в котором предполагалось изначально. Поэтому сейчас этот музей переходит на баланс заповедников таймера. Вот, но один из таких интереснейших, в общем-то, объектов для посещения. Вот, помимо интернет-сайта, у нас действует еще и в живом, довольно активно осущаются все наши путешествия в живом журнале. Это две страницы, это моего коллеги Михаила Сазонова и моя, соответственно. Найти можно очень просто. Вот, ну и в заключении, если еще есть время, я покажу третий маршрут, который мы разработали буквально в прошлом году, в прошедшем сезоне. Это Боря-Тепа-Пугай. Продолжение следует...